Приветствую вас, вы знаете, первое, что мне хочется сказать, это то, что ваш вопрос получился немного сбивчивым, немного таким, как будто вырванным из контекста, то есть, такое чувство, ну, чувство, как будто, знаете, вы их вот часть истории рассказали, вот именно часть истории рассказали, только часть, вот, а остальная часть истории, она как будто бы осталась за кадром, да, то есть, вы пишите, стали встречаться более, более серьезно, да, например, ну, например, более серьезно стали встречаться. С кем встречаться, почему встречаться, как встречаться, непонятно. Вот. Что вас объединяет с мужчиной, с мужчиной, да, тоже непонятно, непонятно. Как познакомились, какой психологический подпред вас у мужчины, тоже непонятно. насколько вы подходите друг другу, и подходите ли вы друг другу, тоже не ясно. Вот. То есть, это можно проанализировать, можно это все, как бы, провести с инвестициями, да, не с точки зрения, там, эзотерики, которая это делает по-своему, а именно с точки зрения психологии. Такие методы тоже есть, тоже есть. Вот. И они довольно успешно применяются. Вот. И здесь, эээ, как будто бы, знаете, вот вопрос задан в продолжении какого-то предыдущего вопроса, но предыдущий вопрос был задан очень давно, и, соответственно, связь потерялась. Далее. Вы пишите, что может означать, когда молодой человек смотрит в глаза девушке, прицельно не отнимая, не отнимая, не отнимая глаз, а, значит, при занятии любовью. То есть, он хочет держать с ней эмоциональный и чувственный контакт, и желает полностью насладиться не только физиологическим актом, да, с ней, но и при этом духовным, эээ, духовное единение его тоже интересует. Вот. Также он хочет сохранять, эээ, психологический контакт с девушкой во время занятия любовью для того, чтобы, эээ, быть к, быть к ней, ээ, ближе и лучше ее чувствовать. Вот. То есть, вне зависимости от того, насколько, эээ, мужчина, эээ, серьезно настроен по отношению, да, к вам, например, эээ, вот, вне зависимости от этого. Обновательно, что его интересует, эээ, ну, далеко не только, не только секс сам по себе. Вот. Но, и, в том числе, мужчина, мужчина интересует и, эээ, чувственное, духовное, скажем так, вот, составляющая, вот, что уже, ну, вы, сами для себя определите, хорошо это или плохо для вас. Вот. Дальше, эээ, дальше вы пишете следующее. Эээ, устала ли девочка во время близости, что это может означать, заботу или загалочки? Эээ, ну, здесь, скорее всего, конечно, забота, эээ, вот, но, опять же, важно иметь, важно знать, эээ, психологический посредь мужчины, потому что, так, так отвечать, это просто, слепую, да, получается. Да, на первый взгляд, конечно, забота. Но, если мужчины, например, не уверен в себе, и вы знаете, что мужчины не уверен в себе, действительно, по-настоящему не уверен в себе человек, ну, бывает такое, да? Вот. То, может быть, это проявление именно, именно неуверенности какой-то, именно неуверенности и именно в себе. То есть, мужчины просто не уверен в себе, вот, не уверен в том, что он, вот, он занимается, допустим, любовью, да, с девушкой, он уверен, что эта девочка, она поддерживает его, ну, скажем так, интенсивность, да? То есть, здесь, эээ, скорее, такое есть желание подтвердить, что всё, что он делает, да, это всё хорошо, правильно, важно, нужно и нормально. То, что девочка, например, не воспринимает это, как что-то такое странное, неприятное и вообще для неё тяжёлое. Вот. А дальше, или так скажем, спросил для галочки, это зависит напрямую от его психологического портрета, то есть, чтобы ответить на этот вопрос, нужно больше информации о мужчине и о вас. Вот. Если человек достаточно много и часто спрашивает какие-то вещи, а сам как будто не с вами, да, находится, то есть, ну, как будто думает о другом, о другом, то да, есть большая вероятность, что он это спросил для галочки. Вот. И если, соответственно, мужчина всегда очень внимателен, да, и спрашивает он всегда, если интересуется ответом, и вы видите, знаете, ну, чувствуете, что ему не всё равно, чувствуете, что ему это важно, вот, то в таком случае вряд ли он это спрашивает для галочки. И, скорее всего, его это действительно волнует, ему это действительно важно. Другое дело, что вы сами, вот именно вы, именно вы сами, задавая такой вопрос, да, проявляете неуверенность в себе, то есть, вы как бы подумали, что мужчина может спрашивать вас об этом для галочки. Это, как бы, ваша мысль, вот, и, соответственно, это уже ваши определенные домыслы, и лучше будет, если вы это разберете, чтобы по возможности исключить негативное действие, негативное влияние на вас. Это самая неуверенность в себе, которая испортила ни одни отношения. Дальше. Что хочет увидеть, почувствовать, эээ, так. Давайте ещё раз. Что хочет увидеть, почувствовать, эээ, что это значит для мужчины, когда он, да, всю девушку сделать ему приятной, она согласилась. Ну, здесь, скорее, эээ, интимная близость, интимная близость, здесь, скорее, именно, просто, вот, желание и стремление мужчины к интимной близости. То есть, опять же, интимная близость, скорее, эээ, достаточно сильно отдающая, именно, духов, духовностью, именно, эмоциональным каким-то единением, а не, эээ, чисто, физической, чисто, физической близостью, близостью. Так, эээ, предохраняется, не спрашивала сам этого, к чему, думала в жизни, в отношении ГТД, что почти по одному сценарию, откуда такая информация, но ошибалась. Ошибалась, но все разные, а в итоге ответов много. Спасибо. Ну, в этом, в принципе, вы правы, в том, что ответов много, но, вам интересно, что вы не предоставили информации, почти никакую, для того, чтобы можно было дать ответ, именно, подходящий под вашу историю, потому, что вы задали вопрос анонимно, вот, посмотрите историю ваших вопросов, где бы вы описывали, как-то более подробнее, эээ, себя, эээ, возможности не представляются. Вот, ну, а, понятно, что исследовать ваши психологические портреты, эээ, значит, соответственно, нужно на личной консультации, а, большой вопрос, эээ, будете ли вы, на это соглашаться, да, то есть, будете ли вы, эээ, работать, работать, вот, и так далее. Это, конечно, такой, очень важный вопрос. Вот, исходя из этого, мне почему-то кажется, что вы не очень, не очень хотите получить, эээ, ответ на свой вопрос. Мне почему-то кажется, что вы не очень хотите узнать, и точный ответ. Но, поэтому, сомневаетесь, эээ, сомневаетесь именно в себе, и сомневаетесь именно, эээ, возможно, в мужчине. Вот, боитесь повторить, может быть, ошибку, может быть, что-то ещё. Если это так, то это отдельная проблема, к сожалению, и с этим я рекомендую вам также отдельно поработать, также отдельно поработать. Вот, ну, то есть, то есть, тут, то есть, тут, всё зависит от цели, да, то есть, если отношения у вас, эээ, допустим, долгосрочные, да, то есть, вы рассчитываете на долгосрочную перспективу. Ну, вот, то лучше, конечно, всё как, как следует изучить, изучить, вот. Ну, а если нет, нет, то, значит, нет, нет, так нет. Вот, я думаю, так. Вот, на этом всё, в принципе, надеюсь, что помог вам, вот. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите, в личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи!